МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Хочешь ранний урожай? На Смоленскую езжай! Семена для Забайкальского края!" Всем привет! С вами утренняя программа ЗАП-ТВ в этот день. Мы как-то уже рассказывали, что праздники и дни рождения бывают не только у людей или братьев наших меньших, но и у неодушевленных предметов. Как раз сегодня именно такой день. 7 февраля отмечается День огнетушителя. А все потому, что в этот день в 1863 году американский инженер Алан Крей запатентовал свою разработку. Металлический цилиндр, из которого под напором воздуха подается огнетушащее вещество. Сегодня уже трудно представить наш быт без огнетушителя, так что на самом деле дата очень даже важная. Из дат серьезных сегодня отмечаем День российского бизнес-образования. Считается, что эта идея возникла у организаторов Русской школы управления, хорошо известной в нашей стране. Этот день был создан для того, чтобы вдохновить начинающих предпринимателей, у которых есть амбиции, но часто не хватает решительности и уверенности в себе. А теперь от мира бизнеса к миру прекрасного. Сегодня во всем мире отмечается День балета. Родиной балета стали сразу две страны – Франция и Италия. Кстати, на итальянском языке слово «балетте» значит «танцевать». Отсюда произошло и слово «бал». Изначально балетом называли небольшие танцевальные сценки в опере или музыкальных представлениях, которые обычно объединяло единое действие. Постепенно они обрели самостоятельность и превратились в пышные постановки. Начиная с конца 18 века, русский балет стал лучшим в мире по музыке, постановкам и технике танца. Ну, а сегодня вечером в кругу семьи или друзей можно устроить коллективное чтение каких-нибудь интересных книг, так как 7 февраля отмечается Всемирный день чтения вслух. Этот праздник появился в 2010 году по инициативе общественной организации «Лид Уолт», а вот в России вечера чтения стихов и прозаических произведений вслух имеют давние исторические традиции. В 1819 году крупный промышленник и заодно драматург Никита Всеволожский основал в Санкт-Петербурге тайное общество любителей литературы «Зеленая лампа». На собраниях велись дискуссии, обсуждения проблем общества, зачитывались стихотворения и проза, а членами кружка стали Пушкин, Трубецкой, Дельвик и другие замечательные люди. Вот такие интересные и важные даты принесла середина первой февральской недели. Удачи вам! Ждем вас завтра утром на канале ЗАП-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok